Здравствуйте! Мы возвращаемся в студию прямого эфира. Это студия на репортере. Меня зовут Григорий Блайдов. Ближайшие полчаса мы говорим о судьбе молодой гвардии. Дело в том, что сотрудники госслужбы по чрезвычайным ситуациям обвинили руководство крупнейшего на данный момент детского лагеря в Украине, расположенного в Одессе, молодая гвардия, в нарушении правил противопожарной безопасности. Ведомство обратилось в административный суд с соответствующим иском и требует закрыть детский центр по этой причине. Сообщим на заседании областной комиссии по вопросам техногенной и экологической безопасности замначальника облуправления госслужбы по чрезвычайным ситуациям Михаил Вовк. Мы приглашали представителей госслужбы по чрезвычайным ситуациям в нашу студию, но вот как-то они не дошли до нее и мы будем обсуждать, к сожалению, в их отсутствии. А любопытно, что журналистам руководство лагеря сегодня заявило, что в суд на них никто не подавал, во всяком случае соответствующих уведомлений они не получали. Давайте послушаем мнение работников детского центра и начнем наше обсуждение. Михаил Вовк, руководитель госслужбы по чрезвычайным ситуациям в частности областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, который совершил проверку, подает или подавали материалы до суду. В общем, сегодня мы с нашими экспертами обсуждаем выполнение норм противопожарной безопасности не только в Молодой гвардии, но и в других лагерях отдыха. В которых стартовал и активно проходит сейчас уже курортный сезон. В нашей студии Алексей Еремец, депутат Гурсовета от оппозиционного блока. Алексей, здравствуйте. Олег Итнарович, депутат Гурсовета от партии «Доверяю делам». Олег, здравствуйте. И Александр Амитцы, тоже депутат Гурсовета от «Самопомощь». Здравствуйте. Вы бы отпустили ребенка в детский лагерь в этом году, если бы возникла такая возможность у вас? Да, либо нет, это результат нашего интерактивного опроса. В конце программы обязательно подведем его итоги. Итак, давайте поймем, почему именно сейчас Госслужба по чрезвычайным ситуациям заявила о том, что нарушения, некие вопиющие в Молодой гвардии обнаружены, причем настолько вопиющие, что необходимо крупнейший лагерь после потери Артека закрыть. Почему именно в разгар летнего сезона, когда сейчас, в эти минуты, там отдыхают почти полторы тысячи детей, как вы думаете? Мне словно сказать, почему именно сейчас, почему не раньше. Вы не являетесь этой какой-то системой, схемой? Ну, я думаю, что, во-первых, поводов для того, чтобы проверять подобные учреждения, их более чем, на самом-то деле. Это можно было сделать весной? Ну, можно было сделать, действительно, очень, ну, гораздо-гораздо раньше, и после той трагедии, которая была у нас в Одессе Виктории, естественно, ГСЧС, как я понимаю, по логике, должна была проверить все подобные учреждения. И, конечно же, не могли обойти, в том числе, и «Молодую гвардию». И мне не совсем понятно, почему это все-таки происходит именно сейчас. В любом случае, независимо от того, это произошло бы, там, в апреле, в прошлом году или сегодня, если есть эти нарушения, я думаю, что там они действительно присутствуют. Мне почему-то так кажется, потому что я там, конечно, в «Молодой гвардии» давненько был, но видел фотографии в интернете и, скажем так, беседовал с родителями, у которых отдыхали там дети. Особо там ничего не меняется, к сожалению. Единственное, за последнее время каких-то изменений, это то, что наконец-то государство удосужилось выделить деньги, и Горсовет отвел им землю, потому что все это время даже не было землеотвода под «Молодой гвардией», что в 2000-х годах, в начале 2000-х годах даже позволило «Молодой гвардии» потерять часть территории, на которой появился и даже такой небольшой кооперативщик, в котором живут даже, кстати, и некоторые политики нашего города, в том числе. В любом случае, действия ГСЧС, если там действительно есть нарушения, абсолютно верны. Мне кажется, что проблема сейчас даже, нужно обсуждаться не в плоскости работы и деятельности ГСЧС, а в плоскости того, почему государство, тем более после потери Крыма, не удосужилось выделить деньги на капитальный ремонт и приведение в нормальное состояние «Молодой гвардии», учитывая, что это единственный у нас крупный, серьезный детский центр и объект отдыха детей в нашей стране. Вы представляете себе провластную фракцию, поясните нам, лагерь «Молодая гвардия» находится территориально в Одессе, но при этом никоим образом городу не подчиняется. Правильно я понимаю? Абсолютно верно. Таких это случай не является исключительно. В данном случае я к чему? Городу, в данном случае претензии, если какие-то общественники будут предъявлять, они неуместны. Вы понимаете, Григорьевич, что я хочу сказать, что с одной стороны мы понимаем, что если говорить конкретно о вопросе вынесения предписаний МЧСам «Молодой гвардии», то было бы, наверное, правильно обсуждать это с теми людьми, либо кто выносил, либо кто их получал. То есть мы действительно знаем об этой ситуации немножко вот, ну как бы так, понаслышке, и, наверное, разобраться здесь детально мы не можем, ну вот мое точное зрение. Конечно, мы можем и должны говорить в целом о каких-то таких тенденциях. Вот это мы можем говорить. И говорить на этих тенденциях на примере уже учреждений городской системы. Потому что я являюсь руководителем комиссии по образованию, вот вместе с Александром Сергеевичем мы работаем здесь. И, конечно же, мы в курсе, что происходит в организациях, которые относятся к городу. Это школы, детские сады, различные клубы, в том числе и вот, к сожалению, та ситуация, которая была по Виктории. И, конечно же, мы понимаем, что давайте так, у нас, как всегда, работа велась, вот по проверке всех этих учебных заведений, велась ежегодно. На протяжении вот сколько лет было, вот каждое лето, перед началом учебного сезона, в лагерях там чуть раньше проводились мероприятия, сотрудники выезжали, предписания выписывали. И всегда давали, вот до последнего времени давали разрешение, что все нормально. Потому что, ну, понимали, знаете, как пытались как-то входить в ситуацию. К сожалению, была ситуация такая, что никому до этого не было никакого дела. То есть все были бросаны на самотек, и, вы знаете, и школы, и детские сады функционировали исключительно во многом благодаря тому, что там были родительские комитеты, которые собирали деньги, и что-то там подкрашивали, подбеливали. То есть, ну, какой-то системы государственной работы, да, в этом, к сожалению, не было. И мы понимаем, что, конечно, вот, к сожалению, огромная вот та трагедия, которая произошла у нас с Викторией, она заставила абсолютно всех нас по-новому посмотреть ситуацию. Хотелось бы ответить, что мы говорим, что и до самых этих событий, Одесский городской совет, и я считаю, что и заслуга нашей комиссии в этом есть, мы активно, ну, скажем, обращали внимание на то, что надо, в принципе, материальную базу всех учебных заведений, школьных, детских, дошкольных улучшать. И капитальные ремонты проводились, и, ну, активно начали проводиться, вот, по сути, там, с 14-15-х годов. Это была ситуация. Но сейчас к этому идет достаточно серьезно. И если вы говорите о взаимоотношении уже нас с МЧС, сразу после случая с Викторией была такая комплексная большая проверка, которая проверила все учреждения, их порядка 300 в городе, которые относятся к департаменту образования и коммунальной собственности. Да, давайте о проверке, собственно, детских садов, школы поговорим чуть-чуть позже, буквально минут через пять. Я хотел бы все-таки закончить вопрос с Молодой Гвардией. По нашей информации, вот, буквально накануне мы из наших источников об администрации узнали, что полностью, там, всецело распоряжается, эксплуатирует и, возможно, кормится с лагеря Молодая Гвардия именно Министерство социальной политики. То есть, вот, конкретно они, именно между ними и ГСЧС, и существуют некие взаимоотношения, в данном случае конфликтные. Давайте поймем логику, да, руководства Молодой Гвардии. Год назад, почти год назад, произошла трагедия Виктории. Главная претензия Госслужбы по чрезвычайным ситуациям к руководству Молодой Гвардии в том, что они не наладили систему работы сигнализации противопожарной безопасности. Неужели это так сложно? Неужели нужно было дотягивать до того, чтобы дело пошло в суд, и теперь все внимание общественности, СМИ и не только Одесских будет приковано к именно вот этому судебному процессу, если он состоится? Ну, смотрите, ситуация какая складывается? Когда проверяют ГСЧС вот такие объекты, то выявляется ряд нарушений. И эти нарушения, которые могут устранить непосредственно сотрудники лагеря, работники, инженерная служба. А есть те вещи, которые устранить нельзя. Противопожарная сигнализация и тушение, противопожарная система тушения. Это наиболее сложные вещи, которые надо монтировать на этапе строительства или капитального ремонта. Когда случилась трагедия Виктории, я помню, рабочая группа тогда была создана по коммунальным заведениям образования, то вот те детские сады и школы, которые проходили капитальный ремонт, туда противопожарная система сигнализации уже была включена непосредственно в СМИ, это уже включало сразу. А те системы, там где это делалось, будем говорить, не капитально, невозможно было сделать сейчас, то ГСЧС дало разрешение, насколько я помню, на установку противопожарной кнопки тревожной, которая выходила непосредственно на пульт пожарной охраны. И таким образом, как бы выходили из этого, будем говорить, тупикового состояния, потому что, ну, понятно, что нельзя закрыть все, будем говорить, коммунальные учреждения образования, детские сады. Как? Куда дети будут ходить? Некуда. Поэтому сейчас вот за лето, я знаю, ну, выделены деньги на проведение этих ремонтов, и мы надеемся, что часть объектов уже войдет в строй с 1 сентября с данными системами. Вот, Алексей, вы достаточно критично по многих вопросах относитесь к действиям городской власти. Вы удовлетворены, скажем так, ходом и качеством, результатом вот этой противопожарной кампании, которая развернулась в Одессе после трагедии Виктории? Вы знаете, ну, наполовину, наверное. И скажу вам, что, к сожалению, в нашей стране это даже, знаете, без каких-то примеров, либо какой-то критики в адрес городской власти, либо нынешней государственной власти. У нас испокон веков почему-то так происходит. Вот пока что-то не произойдет, никто на это не обращает внимания. Потому что, если говорить, допустим, о такой активной кампании городских властей по поводу ремонтных работ, связанных, прежде всего, с соблюдением противопожарной безопасности и вообще, как бы, ее даже, будем так, отработка и наладка, это все, к сожалению, в большей степени, если не на процентов 80, началось именно после ситуации Виктории. Я помню, как было поручение мэра, ну, поручение просьбы, поручение к депутатам, объездить свои объекты. Вот простой пример. У меня есть две школы на территории, 27-я и 51-я школа. В 51-й школе 68-го года никто ничего не делал. Там, проверяя, не проверяя противопожарную безопасность, высказывая там свои какие-то, скажем так, фе, руководству школ или руководству города, если там деньги не выделить и не оборудовать эту противопожарную безопасность, не поменять двери еще 68-го года, то делать что-либо, либо говорить бесполезно. Нужны деньги, нужны средства. Надо дать должное, действительно. Горская власть немножко озаботилась, начала выделять деньги. Другое дело, что эта компания, она очень быстро закрутилась, пошли разговоры, процессы, но сейчас я чувствую, что она тоже, знаете, начала буксовать. Вот сейчас она буксует. По какой причине? А по причине, вы знаете, вот не хочу там даже критиковать городскую власть, вот коллеги, члены профильной комиссии. Да, действительно, они постоянно говорят, я присутствую на всех заседаниях, надо должно и благодаря во многом этноровищу и членам комиссии. Но есть такая проблема, что денег на все не хватает. И, допустим, те реальные проблемы, которые нужно решать в школах, в детских садах, они просто, скажем так, не решаются из-за того, что денег нет. Потому что деньги уходят там на какие-то другие дела, иногда тоже нужные, иногда, мне кажется, не совсем первоочередные. И средств просто не хватает. Что касается с Молодой Гвардией, учитывая, что у нас тема все-таки Молодой Гвардией, мне кажется, главная проблема на сегодняшний момент это финансирование этого объекта. И, вы знаете, мы много говорим, вы знаете, там об Артеке заговорили. Вот Крым ушел, Артек ушел. Господа, ну хорошо, давайте мы-ка разберемся с Молодой Гвардией. А кто нам мешает? Русские мешают, Путин. Почему мы не выделяем деньги и не приведем Молодую Гвардию, и не покажем... Не сделать его образцом бесконечно. Абсолютно верно. Ну кто виноват в этом? Сейчас мы уже начнем закидывать навозом гащет, что они вот такие сволочи, тут хотят запретить детям отдыхать. Но я вам скажу честно, у меня трое детей. Я, например, ребенка не отдал бы в наши лагеря бы. Просто. Вот на территории Украины я бы не отдал бы в лагеря. Они у меня отдыхают у моих родителей, допустим, в деревне. Условия плохие? Да нет, я боюсь за жизнь безопасности своих детей. Потому что я боюсь, что или там кишечная какая-то палочка, их непонятно чем накормят, непонятно кто их будет кормить, и где берутся эти продукты, и в каких условиях они будут готовиться. Я не уверен, что преподаватели, допустим, вообще понимают, как пользоваться огнетушителем. Я не уверен, что они, даже если, не дай бог, произойдет пожар, они смогут вывести квалифицированную и так далее. Потому что когда у нас губернатор устраивает шоу, приезжает в какой-то район и заставляет или просит воспользоваться огнетушителем, директора школы, то я уверен, что даже представитель ГСЧС сам не до конца понимает, с какой стороны этот огнетушитель включать. Потому что я смотрю на его объем Италии, я даже не знаю, как он сможет этот огнетушитель взять в руки. Понимаете, к чему это все ведут? Что у нас, к сожалению, в нашей стране, независимо от того, мэр Труханом или президент Порошенко, абсолютно какой-то, знаете, вложен в ментальность какое-то наплевательское отношение к технике безопасности и пожарной безопасности. Вам есть что возразить? Потому что я подозреваю, мы подведем результаты интерактива, касающиеся того, о чем говорит Алексей в конце программы, но тем не менее, я думаю, что солидарность с Алексеем по поводу того, что, допустим, я или Алексея, может быть, не рискнули бы отдать ребенка в детский лагерь на территории города. Страны. Страны. Когда эта ситуация изменится, хотя бы в отдельно взятом городе Одессе? Ну, вы знаете, я хочу сказать, во-первых, я, ну, скажем так, не рисовал бы, наверное, ситуацию так драматично в таком свете, что ни один лагерь на территории. Вот лично я, вот, допустим, я знаю о своих лагерях, мы работаем в лагерь в спортивной академии спорт. Вот. Каждый день звонят люди, нету мест, просят устроить. И, ну, я не в качестве рекламы, просто говорю, что очень многие люди хотят, и возвращаются дети во многом счастливы. Если взять даже статистику о том, сколько детей отдохнуло, и сколько, к сожалению, столкнулось проблемы, в виде там, будь то отравления, я не говорю о каких-то, то этот процент, ну, очень мал. И подавляющее количество детей действительно оздоравливается. Действительно, мы говорим, долгое время к этому было отношение такое, знаете, ну, по остаточному принципу. Но что хочу сказать, что касается, вот по молодой гвардии тоже, мы несколько раз встречались, с Эдуардом выезжали, как раз он обращался, пытался как-то, ну, ситуацию изменить, обратить внимание, и государственные структуры, чтобы действительно выделили, там часть корпусов просто в ужасающем были состоянии. Не ошибаюсь, Московский корпус. Я вижу, на каких автобусах возят тех детей по городу? Это автобусы 60 или 70-х годов, я не знаю. Ну, я хочу сказать, что, вот, что мы можем говорить, очень сложно говорить взаголи. Мы, знаете, как говорят, надо стараться сделать так, чтобы для себя определять какой-то фронт работ, за который ты отвечаешь, и стараться сделать его максимально, как бы, качественно. Мы действительно вот понимаем, если мы вот здесь, как депутаты горсовета, можем вести беседу, мы, к сожалению, не отвечаем ни за МЧС, ни за министерство, которое курирует этот лагерь. Мы говорим за город. Это действительно факт является то, что сейчас, ну, скажем, средства, выделяемые на техническое обеспечение школ, на капитальный ремонт, на строительство детских садов, стадионов пришкольных, в целом ремонт, это не просто там увеличение на проценты, это в разы, а иногда в десятки разов. То есть, действительно, тут многое сыграло то, что идет децентрализация, что у города появились, наконец-то, средства, но есть политическая, ну, скажем так, воля о том, что эти вопросы являются приоритетными. Так было и так остается. Ну, да, ну, это одна сторона медали, но, тем не менее, общаясь с родителями, вот перед эфиром я слышал от них такую фразу, вот, одно дело, выделяют деньги, но другое дело, насколько эффективно они используются, там, ну, осваиваются, не то чтобы разворовываются, а насколько качественные, там, огнеупорные материалы используются, например, в школах. Вот я хожу каждый день в школу, на работу мимо 62-й школы на проспекте Шевченко. Красиво, действительно, я учился в этой школе, я заканчивал в 2001 году, она была советской, вот, в 69-м году постройки, вот, как она тогда была сдана, так она и находилась в том состоянии. Сейчас, действительно, все красиво, она переливается оранжевым, желтым каким-то, подозреваю, что это, может быть, не совсем качественная плитка, то есть материалы отделки внешней, да, пластиковые. Вот эти вопросы беспокоят родителей. Действительно ли вот эти капитальные ремонты, которые сейчас проводятся в детских садах и школах, они проводятся с использованием всех тех ГОСТов и технологий, которые позволят детям чувствовать себя и родителям чувствовать себя в безопасности? Ну, после трагедии, которая произошла в Виктории, мы все понимаем, что шутки с противопожарной безопасностью, они до добра не доводят. И, к сожалению, вот, согласен с коллегами, что многие наши, ну, руководители, население страны, оно, в общем-то, противопожарной безопасности относилось так, ну, спустя рукава, никто, один человек из десяти может пользоваться огнетушителем. И, как говорили древние, бойся не вора, бойся пожара, потому что пожар уносил и ценности, и деньги. Естественно, те средства, которые выделяет город, и те проектные организации, и строительные, которые участвуют в ремонте школ и детских садов, естественно, они должны пользоваться только материалами, которые пожаробезопасны. По факту это происходит? Во-первых, по 62-й школе, я был в 62-й школе после ремонта, и, будем говорить, вот, плитка, ну, не плитка, а материал, которая отделка, то без всяких там не может быть такого, чтобы он не был сертифицирован на противопожарной безопасности. Но, к сожалению, я вам скажу так, что, к сожалению, не все строители, будем говорить, настолько тщательно подходят к какому-то выбору материалов, бывают и проколы, но для этого есть директор школы и родительский комитет, который не мешает им следить и проверять это все. И вовремя сигнализировать... И если произойдет недорогу к пожар, то сядет директор школы. Да, да, совершенно верно. Я вам немножко здесь дополню, коллегу, что, понимаете, вот мы говорим, кто виноват, как бы, директор школы, да, что тут ситуация какая, что я согласуюсь с Александром, что действительно внимание сейчас очень усиленное, и внимание не только со стороны городских структур, но в том числе и ГСЧС, и мы понимаем прекрасно, что вы, допустим, в случае даже приемки строительства город заказал, выделил средства, но задача потом произвести все эти ремонты в соответствии с нормами и ГОСТами. И на каждый материал там же подписываются не директоры школы, подписывают... И, соответственно, задача уже, как нас, как заказчиков, просмотреть не то, мы действительно, нам сложно там, допустим, родительскому комитету или там заказчику пройти и провести все эти опыты с, ну, скажем так, с материалом, как он горит, что он делает. Да, мы можем только сверить, что все положенные процедуры пройдены, что все необходимые сертификаты предоставлены, подписи тех организаций, которые по своему роду деятельности имеют право, имеют квалификацию, имеют оборудование контролировать это, они это сделали и вынесли соответственное решение. Вот это, конечно, мы обязаны делать и будем делать, ну, как бы, качество. Но, к сожалению, огромному мы понимаем, что, ну, давайте так, если там, как по некоторым исследованиям, половина, там, большая половина лекарств в наших аптеках, к сожалению, является подделкой, да, и в лучшем случае, как говорят, плацебо, то есть бесполезный, в лучшем случае. А многие там вместо аспирина и алебастра туда заказывают. Ну, я не хочу ничего говорить, но, тем не менее, мы, конечно, понимаем, что часть на рынке присутствует, наверняка, часть недобросовестных изготовителей, которые как-то эту ситуацию делают, и наша задача, конечно, чтобы мы на каждом этапе пытались это контролировать. Поэтому этим делаем. Алексей был с чем-то не согласен. Хочу только возразить по поводу директора школы. На самом-то деле, смотрите, давайте так, заказчик управления капитального строительства. Они проводят тендер, они следят, отслеживают, они общаются с технозором. Директор школы здесь ни при чем, ни 62-й, ни 51-й, ни какой-то другой. Он совсем сталкивается по факту. Дальше. Законодатель определил на сегодняшний момент по поводу ГСЧС. ГСЧС ничего не принимает. Строитель, когда закончил строительный бег, будет высотный дом, малоэтажный, школа, детский садик, не имеет значения, декларативным путем. Что это значит? Он отправил декларацию, он уведомляет о том, что все хорошо. И по большому счету ГСЧС на сегодняшний момент что-либо проверяет, контролировать, проверяет, насколько действительно этот подрядчик, строитель, допустим, правильно ли нанес этот антиперогенный раствор. Потому что еще очень важный момент. Вы знаете, у нас же пофигизм, он направлен не только на противопожарную безопасность, в контексте знаем, мы пользуемся огнетушителями, как мы выходим, эвакуируемся, а еще как строитель этот антиперогенный раствор нанес. Понимаете, если нужно растворять воды 1 к 5, допустим, он может туда налить 1 к 20. Кто это проверяет, кто это контролирует. Технодзор, поверьте мне, я в этом очень-очень сильно сомневаюсь. Я не хочу там пугать родителей или там говорить, что все очень плохо. Это связано даже не только с городом Одесса, это просто наша ментальность. И даже этот же подрядчик, его дети потом могут ходить в эту школу, понимаете, об этом никто не думает. Вот у нас это просто, знаете, уже на каком-то ментальном уровне. Ну хорошо, но только пряником, кнутом, кто этим должен быть, этим кнутом, на каждом этапе? Да нету никакого кнута, нет, нет никакого кнута, понимаете, нет никакого кнута. ГСС это не кнут, ГСС на сегодняшний момент это пугало, у которого ничего нет. Вот эта ситуация, кстати, смотрите, с молодой гвардией. Что делает ГСС? Они только подают иск в административный суд. Когда административный суд будет рассматривать? Сколько будет заседаний административного суда? Вынесут ли они это решение? Позвонят ли им с Киева, скажут, вы что, тра-та-та, что же вы делаете? Вы что же нам тут ломаете СИЗО? Он позвонил с администрации президента, с обуви госадминистрации, еще там с какого-то министерства. Понимаете, это все переводится в ранг небезопасности наших детей, а уже переводится в ранг каких-то политических разборок, либо финансовых разборок, либо каких-то интересов, может быть, будущих превосходов. Я хотел задать вопрос, почему госслужба, подчиняющаяся правительству, фактически обвиняет другую госслужбу, одно из министерств, как я уже сказал, по нашим источникам, министерства социальной политики, в каких-то нарушениях. А теперь по поводу ГСЧС. Вот мы говорим ГСЧС. А давайте теперь посмотрим, что есть у ГСЧС. Старые машины, старые машины 70-х годов, они приходят к нам, и мы из городского бюджета, по идее, должны выделить им деньги на покупку оборудования, на покупку машин, на покупку лестниц, на покупку еще чего-то. Почему государственная служба не финансируется с государственного бюджета? Децентрализация, децентрализация, но эти деньги должны пойти на оборудование противопожарной безопасности в наших садах и школах, а не на покупку новых машин и оборудование, одежды, спецодежды нашим пожарникам. Господа, о чем мы говорим? Получается вообще какая-то фигня. Мы городские деньги тратим не на обеспечение противопожарной безопасности в наших городских учреждениях, а даем деньги государственным службам, которые не финансируются. И как не финансируют новые ремонты, капитальные ремонты и оборудование противопожарной безопасности в молодой гвардии, так же само государство не финансирует и покупку оборудования самой ГСЧС, которым нечего иногда тушить даже те же пожары. Потому что по Виктории все тоже неоднозначно. Когда они подключили эти рукава, где они их подключали? Мой последний вопрос, перед тем, как мы подведем интерактив, вот, собственно, касается Виктории. Лагерь работает в этом или не работает? Последние новости с этого фронта, пожалуйста, если можно, озвучьте нам. Каким образом будет возобновляться в перспективе работы этого лагеря? Какие из корпусов будут использоваться для этих нужд, либо не будет вовсе? На данный момент лагерь Виктория закрыт, да, постановлением суда. Мы, Одесский городской совет, департамент образования подали, ну, скажем, иск в суд, чтобы сняли арест частично с тех корпусов, которые, ну, скажем так, не входят сейчас. Более безопасные, да, как минимум. Которые не рассматриваются в качестве, там, ну, по рассмотрению этого дела, да, соответственно, чтобы мы могли их запустить, еще раз проверив все, что там было, запустить и начав там работу. Но, к сожалению, мы до сих пор получили отказ в этом от суда, поэтому пока ситуация заморожена. Мы ждем, опять же, за окончание следствия и потом заключение суда по этому поводу. 27% зрителей нашей программы отпустили бы ребенка в детский лагерь, если бы такая возможность предоставилась. И 73% против, с опаской смотрят на этот момент. Давайте прокомментируем, как вы думаете, почему такой высокий процент? Скептиков. Ну, я думаю, что это, наверное, достаточно объективное отношение к происходящему. То есть, раньше, я помню, стремились, вот, вы говорите, да, некоторые лагеря очень популярны. Раньше стремились отдать ребенка на лето в лагерь, сейчас вот ситуация, по-моему, обратная. Ну, не знаю, вы знаете, мне кажется, это стремление, это, наверное, у нас больше воспоминания еще там старые советские времена, кто постарше. Потому что, если говорить о 90-х, 2000-х годах, многие детские лагеря просто исчезли, их распродали, застроились какими-то поселками. Это уже последние, там, наверное, 5-7 лет, ну, 5 лет, наверное, 6, может быть, когда, скажем, опять это начинает возвращаться. Да, и в сегодняшний момент, кстати, есть немало и частных детских таких, будем говорить, пансионатов, где предоставляют возможность отдыхать детям. И достаточно серьезный такой набор услуг присутствует. За деньги. За деньги, да. За немалые, да. В другое, что я, несмотря на такое достаточно большое уровень, я все равно не доверяю. Почему? Потому что у меня есть определенный скепсис насчет все-таки подготовки этих людей, насколько они понимают, чем они занимаются, и насколько они смогут прогарантировать, что мой ребенок будет в безопасности. У меня на этот счет нет уверенности. Что вы думаете? Ну, скажу по своему опыту, когда мой ребенок ездил в спортивный лагерь, он отдыхал на фонтане большом лагере, они ездили всей командой, отдыхал, я его отпускал, естественно, потому что он ездил со всеми, и ребенок этого хочет. Очень многое зависит от администрации лагеря, скажу сразу. То есть есть администрации лагеря, которые стараются работать, стараются следить за питанием, за тем, чтобы дети были довольны, программу организовывают, ну, приехал в восторге был. Поэтому сказать однозначно, отпускать или не отпускать, это все-таки будет решать каждая семья по-своему. Очень многое зависит от того, в какой вы лагерь едете, какая там администрация, какие отзывы. Но отдыхать детям надо. Но в целом какое-то мнение, общественное мнение вокруг детского отдыха сложилось. Вот мы видим, что, в принципе, семь родителей из десяти уже относятся к этому настороженно. Как изменить эту ситуацию, как сломать эту тенденцию? Ну, во-первых, давайте я хочу сказать, наверное, все мы понимаем, что в общественном мнении, формировании общественного мнения, очень большое влияние занимает некая такая внешняя среда, атмосфера, вот информационная в том числе. Мы понимаем прекрасно, что, к сожалению, включи любой телевизор, пожары, аварии, разные мероприятия. Иногда самому жить не хочется, не понимаешь, как это происходит. То есть, с одной стороны, какой негативный фон идет, и на фоне этого негативного, ну, общая настороженность в обществе. Давайте так, общество в целом такое негативное настроение есть, оно связано не исключительно с детскими лагерями. В целом, да, вот сложности там, 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 об этом все говорят, те плохие, те плохие, ну, вот все. Поэтому, конечно же, вот недоверие в целом в обществе, недоверие всем, государственным структурам, коллегам по работе, всем, да, вот такая ситуация происходит. Поэтому, конечно, она накладывает отпечаток. Но я здесь поддержу Александра в том плане, что, знаете, как, конечно, надо понимать, что дети, мы, ну, скажем, они должны развиваться и выходить в внешний мир, ну, не быть знаком, кто это. И мы, как родители, внимательно, конечно, рассматривая, что происходит, отдавая предпочтение тем лагерям или тем сообществам, которые есть, вынуждены и должны их отпускать для того, чтобы дети, ну, имели возможность общения, имели разговаривать, ну, имели возможность общаться со своими сверстниками. Моё мнение о том, что просто наша задача всех, как взрослых, вот повторю, вот я уже об этом говорил, мы, каждый на своём этапе, должны спокойно, с твёрдой головой не делать из этого шоу, не делать из этого какие-то жареные факты. Но мы должны каждый на своём этапе, строители, заказчики, подрядчики, там, директоры, дирекции лагерей, администрации, уделить этому внимание и сделать свою работу на совесть. Если нам это получится сделать, то я уверен, конечно, мы сможем переломить эту ситуацию. Может звучит немножко, ну, скажем так, нереалистично, но я считаю, что другого выбора нет. Иначе, ну, мы не можем жить в атмосфере загнанности вот всю свою жизнь. Спасибо, уважаемые гости, за то, что пришли в студию, обсудили достаточно актуальную тему. Мы сегодня обсуждали судьбу лагеря «Молодая гвардия». Напомню, Госслужба по чрезвычайным ситуациям подала иск в админсуд с требованием закрыть лагерь в связи с нарушением правил противопожарной безопасности. Разумеется, мы сегодня вспомнили и трагедию Виктории, и ситуацию с противопожарной безопасностью в детских садах и школах города Одессы. Оставайтесь на репортере, счастливо, увидимся. Продолжение следует...